пришел друзья на рыбалку буду пробовать ловить на моду кустом от фирмы беркинг посмотрим что из этого получится конечно же буду и рыджика пробовать разловить сегодня погодка хорошая рыбка вон гуляет прыгает днем было пасмурно будем пробовать ловить сейчас после обеда вылезло солнце надежды на рыбалку есть мое любимое вот это местечко сейчас вот так вот обмелело все здесь можно зайти покидать подальше такие прогоны можно со струи попробовать здесь вот такая вот сейчас заводь образовалась будем пробовать кидать ловить что из этого получится увидите вода конечно сильно падает надежда есть всегда на рыбалку вот так вот 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 травы очень много каждый зацеп трава практически надоедает чистить воблера но ничего не поделаешь рыбалка в черте города главное чтоб рыбка клевала скорее всего да а я еще видишь что как бы тоже рыбак был с ним разговаривали это чувствует дух удар такой мощно в руку блин камера выключена была камеру включил фрикцион пошел травиться я хоп камеру успел включить да вот где-то вот так вот от берега взяла понимаешь щука есть есть она тут просто что она может стоять может возле морды протянул потому она и взяла потому что до этого я знаешь сколько перри приманок перепробовал и в то же место кидал же не раз на другие не брала вот на эту почему-то схватила у нас так опера прокидать там вырует вообще транзит от своими слой и загалились интересно там тут же и глубина может поглубже блин для рыбы лучше глубина тут тут камни камней хватает по идее вот так булки по идее вот так должна играть угу угу да смотрел прикольная приманка есть вот на ю тубе можешь набрать попла поппер красноперку ловить короче маленькие такие попперы в виде капельки они пятиграммовые и флюрокарбоновый поводочек тоненький где-то 15 сантиметров и на него опарыша подсаживают и ты вот так этим попла поппером булькаешь и где красноперки много там просто блин через заброс люди вытаскивают краснопер вот набери на ю тубе ловли на попла поппер посмотреть блин меня так заинтересовала эта снасть по полоску да да вот именно в таких местах и такие довольно хорошие красноперен и клюют я посмотрел у нас полоски нигде не нашел а в интернет-магазине в беларуси я нашел по пять рублей они как бы один одну штуку заказывать как бы блин за доставку больше заплатишь вот заказывать хотя бы несколько штук надо и вот в магазине где брал спиннинг их тоже не было блин так бы заказал бы на пробу может и головлик клюнуть ну на на тот поводочек с опарышем она вся рыба клюет как бы на поводочек как бы попер ее поднимает она опарыша она клюет скорее всего окуль усадил ну что так дэн дэн тут вообще чувствительность ну правы там точно нету потому что я кидал уже не первый раз здесь дело время ну я видишь потихоньку каждый каждый день какую-то новую приманку раз разладывал но видишь как там рыбка каждый день новую приманку и самое интересное саша заметил вот сегодня например клюет на кислотника а вот на следующий день у меня ловится на натуральчик а на кислотника вообще нифига вот было но это шайнера этого у меня две щучки и окунь понимаешь и только на этот цвет брала другие пробовал воблеры нифига блин а есть не знаю такой удар сильный был может и небольшая но вот в том же месте удар было здесь я сказал где ударила вот опять в том же месте и взял нормально бляха может быть какая грамм на 400 друзья на моду кустом люнула вот такая вот щучка пойдем снимем ее взвесим разве интересов грамм 400 есть включусь потом при взвешивании сейчас взвесим сколько зависело данная щучка посмотрим какие тут лучше взвесить ну как и сказал около 400 грамм 400 405 грамм завесила щучка ну как бы спиннинг отрабатывает довольно неплохо мне нравится как он чувствует рыбу довольно приятно даже тянешь не крупку некрупную но в руку все отдается очень хорошо omar да а но COB быть говорят шaron Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прям под берегом взяла щучка... Вот, кидал-кидал... Наконец-то клюнуло... Опять отличился моду кустом... Заглотило довольно хорошо... Буквально... В пару метрах от берега... Вот такая грамм... На 350... на 400... Вторая... Берут практически с одной точки... Да... Довольно глубоко... Заглотил щупачок... Чтобы еще тройники не всадить... Взяла глубоко... Похоже придется забирать ее... Ну... Всю пасю... Разворачила ей тройником... Взял... Взял... вроде 380 380 грамм завесила эта щучка не знаю выживет она не выживет отпускать ее не отпускать наверное все таки отпущу вроде бы там не сильно много крови может и выживет пусть плывешь это как-то она ниши пошла видно было в шоке кто-то пишет что щуку я не отпускаю подписчики мелкую щуку я беру очень редко если только посушить это если она сильно поранилась тогда забираю если не поранилась то выпускаю обычно стараюсь брать щуку от 600 грамм и больше покидаю еще может еще что-нибудь проклюнется попробую еще полчасика покидать младу кустом буду заканчивать как бы на спиннинг максимус аксиом уже третья щучка первая щука как вы видели если до этого видео сразу при разлове я словил щуку на 2 килограмма сегодня две щучки 400 грамм замечаю в этом месте обычно выходы с 8 вечера начинаются щуки но самое что интересное каждый день клюет на что-то разное с один день ловит это шайнер второй день ловит байсклад третий день моду кустом самое что интересное сегодня перепробовал несколько гоблеров а поклёжки вот только на маду кустом начались в расцветке мак тайгер то клюет на натурала то клюет на кислотника но все никак у меня не получается разловить риджи 90 попробуем уже на тихой воде в заводях когда поедем на свои любимые места пока нету колес чтобы ехать но скоро надеюсь выберемся и на свои заводе любимые как видите друзья воблер и беркинг довольно неплохо ловят рыбу даже в черте города где очень большой прессинг и спиннингисты можно посмотреть на противоположном берегу немало ходит на этом берегу тоже поэтому в местах где большое скопление щуки и мало прессинга я думаю эти воблеры будут вообще ловить все на ура цена довольно демократичная цена довольно демократичная у этих воблеров от 4 до 8 долларов наверное самая дорогая сейчас у беркинга это катана 160 самая дорогая из воблеров это каната 160F которая вышла довольно недавно стоит 8 долларов но я скажу это стоит того каната канату я также разловил на первой же рыбалке и воблером остался очень доволен конечно надо будет заказывать хотя бы 5-6 расцветок чтобы они всегда были в коробке взять пару кислотничков пару натуралов там есть довольно интересные цвета мне понравился красный цвет такой в голографии ссылочки на воблеры будут в описании под видео кому интересно заходите переходите по ссылкам и смотрите заказывайте как бы воблеры ловят и довольно неплохо ловят щуку и окуня даже воблеры по 200 даже окунь по 200 грамм соблазняется на эти воблеры опять же можете заходить смотреть предыдущие видео там все можете увидеть на какой воблер какая рыба у меня брала буду заканчивать уже сегодня рыбалку в принципе итог рыбалки две щучки по 400 грамм я считаю это неплохо удовольствие получил рыбу в руках подержал можно и уходить домой друзья до новых встреч кто не подписался подписывайтесь на канал ни хвоста ни чешуи на рыбалке всех благ вам вашим близким до свидания 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 до свидания